Национальная Эвенская школа Сибен-Кюэля отметила в эти выходные 75-летний юбилей. Об особенностях преподавания в учреждении и жизни школы расскажет Виталий Абрамов. Сибен-Кюэльская школа со дня своего образования, а это 41-й год, работает по обучению и воспитанию детей с учетом этнических особенностей. В 95-м году в школе имени Платона Степанова Ламутского присвоен статус Национальной Эвенской школы. Ежегодно в среднем мы выпускаем по 15 учащихся, выпускников. Все они хорошо задают экзамены, достойно поступают в учебные заведения. Эта школа одна из немногих в республике, сохранившая родной эвенский язык на разговорном и литературном уровнях. С 30-х годов язык как предмет преподавался до 4-го класса, а с 90-х эвенский язык ведется с 1-го по 11-й классы. Чтобы не отрывать детей от семьи, с начала нулевых была открыта кочевая школа. Учитель выезжает в оленеводческие стада и преподает эвенский язык и литературу, а также оленеводство. Параллельно на русском языке и на английском. Уроки интегрированы, тоже проводятся и на английском, и на эвенском языке. Так получается, что дети обучают сразу 4 языка, но в самом селе основной это эвенский. С гимна на национальном языке и началась торжественная линейка 75-летия школы. Очень много гостей приехало, выпускников приехало. Переехали те учета, которые здесь работали, 20 лет и более. Это радует. Несмотря на доступность поселка, все-таки приехали. Тут стоит отметить, что труднодоступность действительно есть. Дороги существуют только зимой, и добираться до поселка приходится более суток. И здесь местные жители надеются на начало освоения соседнего эндобала. Промышленники уже помогают себянцам. Выделяют средства на строительство местного культурного центра и ремонт школы. И про дороги не забывают. Хотя мы никакого дохода еще не получили, Но я, как северная женщина, как руководитель предприятия, живу принципами, что только взаимопомощь, поддержка, только так мы можем выжить и развиваться. Так как в селе сработает не очень, молодежь также ждет начала разработки месторождения. На сегодняшний день в предприятии трудятся 13 местных жителей. Я лично не обучался, но мои друзья прошли обучение горным специальностям и уже пару раз выезжали в эндобал. Так и живет затерянный посреди Верхоянского хребта небольшой поселок Себян-Кюль. И благодаря своей школе продолжает сохранять уникальную культуру и западное наречие венского языка. Виталий Абрамов, НВКСХ, Кобельский Улус.